В 20 веке в городе Волгограде стала назревать транспортная проблема. Волгоградцам становилось все сложнее найти свободное место в электричке или трамвае. Но городу, в котором на тот момент проживало около 800 тысяч человек, метро не полагалось, так как метрополитен являлся привилегией городов-миллионников. Выходом из непростой ситуации стал скоростной трамвай, который совмещает в себе преимущества как метро, так и обычного трамвая. От трамвая он взял относительно низкую стоимость строительства, простоту и низкую себестоимость эксплуатации имеющихся трамвайных вагонов, путевого хозяйства и объектов энергообеспечения. А от метрополитена высокую скорость сообщения, большую степень надежности и комфортабельности, а главное отсутствие помех другими видами городского транспорта. Решение о строительстве было принято в 1976 году. В ходе прокладки линий скоростного трамвая, чтобы миновать наиболее оживленные перегрездки, под центром Волгограда был сооружен более чем трехкилометровый участок с тремя станциями, которые соответствовали всем метростандартам. Кроме того, была проложена наземная часть маршрута, реконструированы участки путей и остановки наземного трамвая, вошедшие в состав линии. В строительстве были задействованы три организации – Волгоградстрой, Приволжтрансстрой и Харьков Метрострой. А проект был разработан Московским институтом Метро Гипротранса. Подземная трасса складывается из тоннелей и станций мелкого заложения, построенных открытым и способами работ, поскольку это наиболее целесообразно и экономично. Стройка, огороженная зеленым забором, шла в самом центре города 8 лет и вынуждала городской транспорт изменять свои маршруты. Перед улицей Бакинской расположен так называемый Северный портал, являющийся выходом тоннелей на поверхность. На первом же подземном перегоне тоннели проходят друг над другом, образуя перекрещивание – уникальное решение, найденное строителями. Дело в том, что трамваи Татра Т-3, курсирующие на маршруте скоростного трамвая, имели двери только с правой стороны, а платформы на наземных и подземных станциях расположены с разных сторон. Так как двухсторонних трамваев на момент создания Волгоградского метротрама не существовало даже на западе, единственным выходом стала перемена направления движения с правостороннего на левостороннее и обратно. Обратно тоннели перекрещиваются перед эстакадной станцией Пионерская. Метротрам изначально проектировался таким образом, чтобы оставить возможность преобразовать его в будущем в полноценный метрополитен и пустить по нему метропоезда. Подземные станции уже сейчас способны принимать составы из трех трамвайных вагонов, однако не все их ресурсы открыты взгляду пассажиров. Настоящая длина платформ площадь Ленина и Комсомольская почти в два раза больше ныне используемой их части, но дальняя половина скрыта торцевой стеной. Высота скрытой платформы соответствует высоте платформы станции метро, эскалаторы также спускаются только до этой высоты. Таким образом, станции должны были претерпеть лишь небольшие изменения по повышению платформы и открытию на полную длину. 5 ноября 1984 года состоялась торжественная церемония открытия постоянного движения трамваев на участке от тракторного завода до площади Чекистов. В связи с этим знаменательным для города событием произошел торжественный митинг на станции Площадь Ленина. 1 декабря 2011 года открылся второй пусковой участок линии от станции Пионерская до станции Ельшанка. По причине недостаточного количества трамваев с двухсторонним расположением дверей, линия скоростного трамвая разделена на два маршрута. От станции Ельшанка можно доехать без пересадки только до станции Стадион Монолит. При этом работа первого участка скоростного трамвая от ВГТЗ до площади Чекистов сохранена в обычном режиме. Интервал движения составляет около 10 минут. К середине 2012 года планировалось закупить еще несколько единиц подвижного состава, а интервал движения трамваев на данном участке должен был составить 2-3 минуты. Но этого не произошло в связи с практическим закрытием завода-поставщика. В результате лишь в 2018 году на линию начали выходить новые составы. 9 июля 2018 года маршрут СТ-2 продлевается до станции ВГТЗ, а маршрут СТ сокращает режим работы с 7 до 19 часов. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»